Эфир телеканала ННТ продолжит новости Дагестан. В студии была Ахмедова. Здравствуйте! Я и мои коллеги ознакомим вас с последними значимыми событиями в начале, коротко о главном. И снова стенд Дагестана представили в Москве. Республика принимает участие в юбилейной международной выставке туризма и индустрии гостеприимства. Желтая карточка для вредителей. Более трех с половиной тысяч ловушек установили специалисты Ростинхознадзора в теплицах республики. Без пряника, только кнутом. Против махачкалинца, систематически избивавшего своих детей, завели уголовное дело. Подробности в рубрике Дагест. Шатер Рамадана объединяет. На этот раз братская встреча прошла между преподавателями Дагестанского и Исламского университета с алимами, докторами и свобесниками. Строительство первых объектов Каспийского прибрежного кластера начнется в 2025 году. Об этом заявили на совещании под руководством министра экономического развития России Максима Решетникова, которое прошло в Дербинском районе республики. Каспийский прибрежный кластер – это пляжный курорт, где на территории будут размещены гостиницы, общежития, торговые центры, кафе, рестораны, прогулочные зоны, аквапарки и многое другое. Он откроет свои двери для посетителей в 2027 году. На реализацию проекта выделено более 80 миллиардов рублей, отметили участники заседания. В Москве этим утром стартовала самая крупная международная туристическая выставка России МИД-2024. Мероприятие в этом году проходит 30 раз подряд. Его посетил глава Минтуризма Дагестана Эмин Мирданов. Здесь представлен туристический потенциал стран ближнего и дальнего зарубежья, а также регионов России, в их числе и наша республика. Для посетителей развернули стенд, посвященный 155-летию народного поэта Сулеймана Стальского. Им подготовили увлекательную культурно-развлекательную программу, мастер-классы по традиционным народным ремеслам, дегустация национальной кухни, увлекательная викторина с памятными призами, выступление творческих коллективов, презентация достопримечательностей республики. Более 3,5 тысяч ловушек установит Ростельхознадзор в теплице Лагестана в текущем году. Периодически специалистами проводится мониторинг парников с целью своевременного выявления и ликвидации карантинных организмов. Уже обследовано более 200 гектаров. Вредители определяют как с помощью феромонных цветных клеевых ловушек, так и визуально, методом сплошного осмотра растений. Ежедневно проводим мониторинг теплицы на выявление всякого рода вредителей, витамной речи моли. Еще такое, чтобы эти предприятия у нас не появились. Все же под контролем, обработки делаем биологическим путем. Далее краткий обзор в рубрике «Дайджест», а затем продолжим. Следователи возбудили уголовное дело об истязании против махачкалинца, который годами избивал своих детей. Подозреваемый с 2021 по 2024 годы систематически, якобы в воспитательных целях, бил руками и подручными средствами сыновей 13 и 9 лет. Они жили с отцом после развода родителей. Непутевого отца ожидают суд, а пока мальчиков передали матери. Самые вкусные пироги – дагестанские, а точнее ботлигские. К такому выводу пришли эксперты сервиса «Туту», которые попутешествовали по России, попробовали различные кондитерские изделия и составили рейтинг лучших десертов в регионах страны. Отметим, что ботлигские пироги всегда пользовались спросом у жителей и гостей Дагестана. Его традиционно готовят на бездрожжевом тесте с начинкой из грецких орехов и кураги. Эксперты сервиса также отметили коломенский калач в Московской области, калиник в Рязанской и козули в Архангельской. Аэропорт Махачкалы и Дербент планируют связать новым автобусным сообщением. Оно позволит улучшить транспортную доступность Каспийского прибрежного кластера – пляжного курорта, который откроется в республике в 2027 году. Специалисты рассматривают несколько вариантов, среди которых дооборудование остановочного пункта у этаж для общественного транспорта и возведение вокзала с необходимой инфраструктурой. Отметим сейчас, посадка и высадка по маршруту Махачкала-Дербент осуществляются на станции в Дагестанские огни. В обе стороны за прошлый год было перевезено примерно 25 тысяч пассажиров. Руководство и преподаватели Дагестанского исламского университета собрались в шатре Рамадана во дворе Джума-Мечети. Все они трудятся в разных уголках республики. Но в этот вечер их объединила встреча в братском кругу – алимов, докторов исламских наук и просто выпускников ДИУ. В подробнее о сюжете Аиша Тухаева есть слово. Со всех филиалов ДИУ по республике в этот вечер собрались исламские преподаватели и богословы. Для многих это долгожданная встреча выпускников и коллег. Дагестанское общество вам благодарно. Такие слова прозвучали на вечере разговения, подразумевая их огромный вклад в духовно-нравственное оздоровление общества. Хочется напомнить о той ответственности, тот масулият, который мы с вами вместе несем перед Всевышним Аллахом в первую очередь, перед нашим руководством и перед мутаалимами, которые пришли обучаться знанию. Нас мутаалимы называют муалимами. Русским языком это преподаватель. От слова «давать», то есть муалим должен что-то дать, знания, нравы, советы, жизненный опыт. Он воспитывает это поколение. Воспитывают поколение муалимы ДИУ довольно успешно. Неоднократно студенты вуза побеждали в серьезных конкурсах по исламским наукам. За свой важный и нелегкий труд преподаватели университета были награждены подарками. На вечере также отметили и студентов, которые победили в конкурсе на лучшее знание Тасрифа – книги по грамматике арабского языка. Первое место – Хамуратов Ислам, Дагестанский исламский университет. Пожалуйста. Второе место – Магомедов Мухаммад. Студенты ДИУ исполнили на вечере мавлиды, а с добрыми напутственными словами выступили доктора исламских наук, преподавателей вуза. Главной темой вечера была благодарность за знания, за возможность таких встреч и за миссию приносить пользу людям. Сегодня, хвала Всевышнему Аллаху, мы сидим бок о бок. Тем самым передаем друг другу тепло братству. Это огромное благо, это огромный нелегкий. Уважаемые муалимы, вы, наверное, со мной согласитесь, что то, чем вы занимаетесь, это одна из самых лучших работ в мире. И нам многоуважаемый муфти Республики Дагестан Ахмад Аханди советует, чтобы мы не жалели себя, чтобы мы полностью отдавали себя своей работе, чтобы мы приносили пользу нашему талиму. Шатер Рамадана работает каждый вечер. Он будет продолжаться в течение всего священного месяца. В нем пройдет еще много радостных встреч, теплых коллективных ифтаров, которые объединяют и сплачивают мусульман. Айша Тухаева, Шамиль Хирисулаев, Дауд Гасанов, новости ННТ, Махачкала. И к новостям спорта. Махачкалинская «Динамо» больше не лидер турнирной таблицы первой лиги. В гостевом матче в набережных Челнах столичный клуб проиграл местному Камазу. Встреча завершилась со счетом 1-2. Единственный мяч в составе «Динамовцев» забил Никита Глушков. Отметим, что у нашей команды не задался старт после зимней паузы. В трех играх добыто всего три очка. Потеряв лидерство, «Динамо» опустилась на третью строчку. В воскресенье «Белоголубые» примут подмосковные «Химки». Сейчас этот клуб возглавляет турнирную таблицу. Двое дагестанских боксеров стали триумфаторами международного турнира в Белграде. Свой высокий класс подтвердил действующий чемпион мира в весе до 86 килограмм Шарабудин Атаев. В сербской столице он провел два из трех возможных поединков. В первом спортсмен одолел представителя Казахстана. Во втором ему присудили победу ввиду неявки соперника. А в финале был сильнее боксера из Армении. Другой наш боксер Рамазан Дадаев провел три боя, победив поочередно соперников из Армении, Черногории и Казахстана. По итогам турнира Атаев был признан лучшим боксером, а Дадаев получил приз за лучшую технику. На этом наш выпуск подошел к концу. Для вас в студии работала Бала Ахмедова. Смотрите нас также в социальных сетях. Всего доброго и до новых встреч в эфире. Субтитры создавал DimaTorzok